Это не банкротство Шри-Ланки или другой развивающейся страны. Это Китай, вторая экономика мира. Граждане штурмуют банки после того, как потеряли возможность выводить свои жизненные сбережения. В моем прошлом видео про Китай я рассказал о том, что теперь происходит в двух провинциях Китая. Теперь проблема распространяется по всей стране, и люди паникуют из-за потери своих с трудом заработанных денег. Сегодня стало известно еще больше деталей. Мошенник, который скрывался за финансовой банковской схемой в банке Хена, невероятно покинул территорию страны и получил иностранное гражданство. Вместе с ними исчезло 6 миллиардов долларов. Правительство отказывается возвращать 6 миллиардов долларов, которые исчезли с банковских депозитов. С развитием ситуации нагрузка на китайские банки становится все более тяжелой. Теперь люди считают, что хранить деньги в китайских банках становится небезопасно, включая даже топ-4 крупнейших банков Китая. Весьма вероятно, что Китай приближается к полнейшему коллапсу своей финансовой системы, поскольку люди теряют веру в банки. Это может иметь далеко идущие последствия не только для китайской экономики, но и для глобальной тоже. Банки также вовлечены в продолжающийся скандал из-за исчезновения миллиардов долларов на депозитах в хинаньском банке. Добавились протесты против банков и усиливается уличная агитация. Ожидается, что это повлияет на финансовый сектор даже за пределами Китая. Это может привести к эффекту домино в коллапсе финансовой системы второй крупнейшей экономики мира. Перед тем, как перейти к расследованию, я хочу быстро пройтись по схеме, которая положила начало всей этой панике. Но и ты должен мне немного помочь. Если тебе хотя бы немного нравится работа, которую я делаю, я был бы очень рад, если бы ты выразил это лайком и комментарием. Ты не представляешь, как заводит и мотивирует, когда твои видеоролики смотрят, к примеру, не 20 тысяч человек, а 65 тысяч. Это просто вдохновляет. Твоя активность помогает видеороликам найти более широкую аудиторию, поэтому проявляй ее. Для меня это лучшая мотивация продолжать снимать видео. Итак, клиенты четырех маленьких банков в провинции Хэнань многие месяцы спорили с этими банками, после того, как они внезапно заморозили вывод средств в апреле. Банки изначально предлагали депозиты с невероятно высокими процентами и рекламировали их как абсолютно безопасные. Банки также нарушили китайские законы, рекламируя эти депозиты в сети и привлекая депозиты вне их юрисдикции. Вспышка ковида в Китае привела к тому, что карточный домик начал рушиться. Банкам пришлось прикрыть вывод средств, чтобы не объявить банкротство в апреле. Чтобы не спровоцировать банковскую панику, они сказали, что систему всего лишь закрыли на запланированное обновление. Что ж, прошли месяцы, а сервисы до сих пор не открыты после так называемых обновлений. Когда клиенты приходили к банкоматам, чтобы вывести наличку, банкомат отклонял их транзакции и блокировал карты за подозрительные действия. И все для того, чтобы клиент не смог снять свои деньги. Три месяца спустя клиенты все еще не могли вывести свои деньги, что привело к протестам и другим социальным беспокойствам. Теперь мы видим, как эта паника распространяется на другие китайские провинции, на весь банковский сектор. Но давай посмотрим, к чему привело расследование властей. Власти обнаружили, что у четырех банков в провинции Хенань есть кое-что общее. И это общее называется Хенань Fortune Group. Именно этот Fortune Group осмелился нарушить строгие банковские ограничения. Эти ограничения по правилам заставляли местные банки работать строго в своих юрисдикциях. Но Fortune Group захотел привлечь больше депозитов и поэтому начал рекламироваться в сети. Кроме расширения базы своих клиентов за границей своей юрисдикции, они также вводили пользователей в заблуждение, давая ложные сведения о себе. Многим клиентам, которые захотели работать с этими банками, обещали более 4% на их депозиты. Но в реальности они даже не открывали обычные банковские депозиты, а по факту инвестировали в банковские финансовые продукты, что совершенно другие вещи. Именно поэтому это стало большой проблемой, когда китайская компартия решила вмешаться. В дополнение к фальшивой рекламе эти новые депозиты не шли в банки. Нет. Хинань Fortune Group сговорилась с банковскими служащими и удостоверилась, что депозиты клиентов поступали прямо на счета акционеров в Хинань Fortune Group. Поскольку властям стало известно о таких, мягко говоря, рискованных действиях, они поспешили обвинить двух руководителей в мошенничестве. Власти сумели арестовать одного из них, но гендиректор компании сбежал из страны. Подозревается, что в США. Вместе с ним исчезло и 6 миллиардов долларов, которые клиенты положили на депозиты в эти банки. И вот здесь началась настоящая головная боль для властей. А они не могут вернуть деньги, даже если сильно захотят. Это финансовое мошенничество оказалось куда хуже схемы Мэйдоффа. Тогда хотя бы было что возвращать. Но в случае с китайским беспределом денег просто нет. Когда все это началось, банки сумели быстро отключить вывод средств в онлайн-сервисах. Но это привело к большим возмущениям их клиентов. Помнишь, как я говорил о том, что эти банки использовали онлайн-рекламу своих сервисов? Таким образом, они привлекали клиентов вне границ своей юрисдикции. Так вот, огромное количество таких клиентов, которых привлекла эта реклама, тоже остались без своих денег. С той лишь разницей, что они из других провинций и других городов. Остались безо всяких объяснений, почему они не могут получить доступ к своим деньгам. Вот почему некоторые из них приехали в Хенань выяснять, почему они не могут это сделать. У некоторых из них пропали все жизненные сбережения в банках, так как они верили, что эти депозиты в безопасности. У них просто-напросто не осталось надежды, поэтому они решили протестовать, пытаясь привлечь внимание тех, кто может помочь. И они получили это внимание. Но не совсем такое, на которое надеялись. Спустя несколько часов правоохранители решили разогнать их, предупреждая о незаконности митинга. Позже в социальных сетях появилось множество видео, к чему это привело. Я не буду озвучивать то, что там происходит, потому что YouTube может заблокировать этот видеоролик. Но на этом злоупотребление властью не закончилось. Чтобы справиться с наплывом недовольных людей, местные власти через личные приложения здоровья начали предупреждать тысячи обманутых вкладчиков, что они подвергаются высокому риску заражения коронавирусом. Поэтому им запрещено участвовать в протестах. Это лишь ухудшило ситуацию, поскольку новости о злоупотреблении власти еще быстрее начали распространяться по социальным сетям. Один вопрос, который все задают. А что случилось с обеспеченной правительством страховкой? Аналогом FDIC в США. Эта страховка гарантирует депозиты вкладчиков до 250 тысяч долларов. У Китая есть такая же. Множество недовольных вкладчиков задают вопросы. А почему эта страховка просто-напросто не компенсирует им украденное? Что ж, лучше присядь, потому что здесь начинается самый настоящий крышеснос. Помнишь, ранее я сказал, что эти банки рекламировали свои сервисы как обычные депозиты? Но в реальности это оказались всего лишь незастрахованные финансовые продукты. Вот такая загвоздка. Только обычные депозиты застрахованы. В этом есть смысл, ведь инвестиции несут в себе риски. Никто не будет страховать твои инвестиции. Клиенты думали, что вкладывают свои деньги как обычные депозиты под 4%, ведь так было сказано в рекламе. Но теперь они понимают, что их обманули. Именно поэтому некоторые из них решили подавать в суд на банки. Суд же сказал, что банк не может нести ответственность, ведь это именно сотрудники вступили в сговор с инвестиционной компанией Хинань Инвестмент Групп, а не с банком. Все просто-напросто пытаются переложить вину друг на друга, но обычные граждане все равно страдают. Даже компартия Китая всего лишь сказала, что все должны внимательно читать финансовый договор, прежде чем вкладывать деньги на депозит. Также они посоветовали не вестись на фальшивую рекламу и удостовериться, что ты кладешь деньги именно на депозит, а не финансовые продукты. Ведь только депозиты, а не финансовые продукты застрахованы. Как-то поздновато для такого предупреждения, не находишь? Теперь эти новости распространяются по медиапространству, и люди начинают терять веру в банки. Есть множество очень популярных постов, где люди призывают выводить свои деньги из банков и оставлять их на хранение просто дома. Если ты знаешь хоть что-нибудь о современной банковской системе, ты сразу поймешь, что это совсем не хороший знак для экономики большинства стран. Ведь большинство стран работают на системе частичного банковского резервирования. Вот как это работает простыми словами. Скажем, центральный банк устанавливает резервные требования в размере 10%. То есть, если ты кладешь 100 долларов на депозит, банку требуется хранить только 10% от этой суммы в хранилище. Остальные 90 долларов банк берет и отдает в кредит тому, кому это нужно. Скажем, это был я, кто взял этот кредит в 90 долларов. Теперь я пошел и потратил эти деньги на покупку наушников. А парень, у которого я купил эти наушники, решил принести эти 90 долларов в банк и снова положить их на депозит. Банку требуется хранить только 10% из этой суммы, а это 9 долларов. Остальной 81 доллар отправляется дальше на поиски того, кто возьмет их в кредит. Цикл будет повторять себя снова и снова. Так и работает экономика простыми словами. Но в нашем мысленном эксперименте все началось только с сотни долларов. И из этой сотни долларов банк смог создать обращение в 1000 долларов. Но что происходит в Китае? Каждый, кто положил деньги на депозит, сейчас пытается их вывести. Причем не по очереди, а все сразу. Что ж, именно в этот момент, когда все люди захотят вывести свои деньги одновременно, банк просто сразу же переживет коллапс. Это было супер простое объяснение очень сложного процесса. Но ты меня понял. Но весь этот процесс и вся эта система построена только на доверии. И работает только на вере. И все. Люди должны верить, что банк это безопасно. И что их деньги в безопасности. И что им всегда доступен вывод этих денег. Чтобы поддерживать эту веру, и существует правительственная программа страхования депозитов. Например, FDIC. Но китайская страховка отказалась компенсировать потери жертвам мошенничества. И это привело к тому, что доверие к системе со стороны китайцев начало стремительно падать. Теперь люди сомневаются в том, что банки это безопасно. И что самое безопасное место для хранения их кровных денежек это под подушкой дома. С распространением паники по Китаю риск банковской паники по всей стране растет на глазах. Китайский третий банк по величине Agricultural Bank of China уже ограничивает вывод денег. Сейчас клиенты могут вывести только до 150 долларов в день. А большинство онлайн активностей банка заморожены. И ситуация будет только ухудшаться, поскольку нагрузка на финансовые институты в Китае только растет. Если с этим не справиться должным образом, это может привести к тотальному урону для китайской и так уже слабой экономики. Очень важно отметить при этом, что китайская банковская система держит активов на сумму около 350% от китайского ВВП. То есть в 3,5 раза больше. В США этот показатель составляет всего 100%. 7 из самых прибыльных китайских компаний это банки. Китай очень зависит от финансовых институтов и это мягко говоря. А протесты тем не менее и не думают утихать. Распространились так далеко, что скрыть их, как это любит делать китайское правительство, уже невозможно. Правительство уже пытается реагировать и обещает какие-то компенсации. Но многие люди потеряли там миллионы долларов. Хватит ли им хотя бы тысячи другой долларов для успокоения? Навряд ли. Кто-то также может спросить, а откуда вообще идут эти компенсации? Многие недовольны несправедливостью, что эти компенсации могут идти из карманов налогоплательщиков. Именно поэтому эта ситуация может стать взрывной в любой момент. Если граждане Китая продолжат терять веру в банки и систему, в то, что они могут выжить без поддержки правительства в случае кризиса ликвидности, это может спровоцировать кризис таких масштабов, что он легко может выйти за пределы Китая. Собственно, с одной стороны это плохо, да, для фиатных валют, для старой финансовой системы, но с другой, напоминает нам, зачем мы в биткоине, зачем мы в криптовалюте и зачем мы в блокчейне. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого.